И в завершении выпуска в этом году якутский республиканский кожно-венерологический диспансер отмечает 90-летний юбилей. Сегодня он является одним из самых старейших медучреждений республики. Ежегодно за медицинской помощью в амбулаторно-поликлиническое отделение диспансера обращаются более 58 тысяч жителей республики. Почти 2000 пациентов получают качественную медицинскую помощь в стационарных условиях. О знаменательной дате и достигнутых за эти годы результатах с врачами диспансера поговорила Марьяна Кутукова. Дерматовенерологическая служба в Якутске была открыта 8 апреля 1927 года по причине широкого распространения в республике туберкулеза, сифилиса и трахомы. За 90 лет работы диспансер прошел теренистый путь, признаются врачи. Несмотря на отсутствие лаборатории и качественных методов лечения, врачи всегда боролись за здоровье населения. Их имена и достижения в честь юбилея опубликованы в новой книге под названием «90 лет на страже здоровья». От всего сердца я поздравляю наших ветеранов, наших коллег, всех, кто здесь работает. Ну, 90 лет почти век и столько лет уже на страже очень сложного, я бы сказал, такого заболевания в медицинском плане. Поэтому я от всей души поздравляю своих коллег, желаю счастья, здоровья, долголетия, трудитесь во благо жителей республики. Сегодня Якутский республиканский кожно-венерологический диспансер является головным учреждением. В структуру диспансера входят амбулаторно-поликлиническое отделение на 150 посещений в смену и стационарное отделение на 90 коек. Благодаря слаженной работе коллектива в республике отмечается снижение уровня венерической заболеваемости. Наш коллектив в свой юбилейный год встречает с хорошими показателями. Ежегодно снижаются венерические заболевания. По данным 2016 года у нас наблюдалось снижение заболеваемости с сифилисом. В прошлом году на 100 тысяч населения заболело 31. С гонореей 72,5 на 100 тысяч населения. С сисоткой 4,5 на 100 тысяч населения. Коллектив кожно-венерологического диспансера не останавливается на достигнутом. Впереди освоение новых методов лечения, участие в научных работах и внедрение современных медицинских оборудований. Также в будущем они намерены присвоить диспансеру имя первого в республике дерматовенеролога, организатора и руководителя службы Якова Савельевича Шатхан. Марьяна Кутукова, Максим Ростовцев, НВК Саха, Якутск.